Вопрос власти важен не только для государства, но и для каждой семьи. Казалось бы, какое значение он имеет для союза двух любящих друг друга людей? Но на деле оказывается, что к каждой семье приходится сталкиваться с решением каких-то финансовых трудностей или других вопросов. И чаще всего первую роль играет в этом тот, кто является главой семьи. Кто будет главным в семье, чаще всего начинают выяснять еще на свадьбе. Вспомните обычай с тем, когда молодожены откусывают кусок от каравая. Кто ухватит побольше, тот и будет главой семьи. Но на самом деле оказывается часто, что даже хрупкая молодая жена может взять бразды правления в свои руки. Недаром говорят, что муж голова, а жена шея. Куда она повернет, туда и посмотрит голова. Этой точки зрения придерживаются и в Корее. Там говорят, что жена водитель сковородки, но тем не менее она рулит семьей. Без сомнений, без лидера не обойтись ни в одном союзе, и в том числе в семье. Но как быть, когда лидерство одного доставляет неудобства другому члену семьи? Кто же все-таки должен создавать климат в доме, а кто делать погоду? Итак, тема нашей сегодняшней программы «Кто в доме хозяин?» Снять печати тайн с этого вопроса нам помогут эксперты. Психолог Оксана Игоревна Цветкова. Корреспондент журнала «Свадьба» Елена Михайловна Ольховик. Но я думаю, для начала стоит узнать, что по этому вопросу думают наши гости. Давайте проголосуем. Кто считает, что главой семьи, руководителем отношений должен быть мужчина? Поднимите руки. Ну что же, как видим, наши гости единогласно считают, что лидером в семье должен быть мужчина. Давайте посмотрим, может быть, в ходе разговора кто-то изменит свое мнение? И первый вопрос я задам психологу. Оксана Игоревна, как вы считаете, нужен ли вообще лидер в семье? Можно ли обойтись без него? В обведении, Кристина, вы ответили сами на свой вопрос, что, в общем, лидер в семье необходим. Но на самом деле, если говорить в принципе, то, возможно, семья и без лидера, потому что так в нашей жизни бывает. Если статусные позиции супругов примерно одинаковые, силы равны, но, как правило, они проявляются хаотично, и каждая из супругов живет своей параллельной жизнью сам по себе, а их пересечение происходит только на уровне необходимости режимных моментов. В таком варианте семьи существуют, но прогноз у них, как правило, не перспективный, не долговременный, потому что рано или поздно копятся противоречия, а невозможность разрешить их, поскольку жизни идут параллельной, приводит к тому, что семья заканчивает свое существование. Правда, при одном условии она может долго протянуть, если за такой семьей будет внешний фактор давлеть и контролировать ее. Ну, например, родители, родственники, друзья, партия, в конце концов, да, которые будут давать установки. Но получается все равно, что лидер нужен. И здесь встает вопрос, каким он должен быть, тот человек, который мог бы повести свою семью за собой. Вот это серьезный вопрос, на самом деле, если переходить к серьезному контексту. Лидер в семье, конечно, предполагается, потому что гармоничную и счастливую семью можно сравнить с удачным бизнес-проектом, на самом деле. В этом смысле любая семья представляет нечто подобное тому, как выстраиваются отношения в бизнесе. То есть успешный бизнес всегда сопряжен с тем, что срабатывает партнерство, срабатывает команда, тогда бизнес идет. Вот если брать семью, гармоничную и счастливую, равновесную семью, то мы можем говорить о счастливой семье, имея в виду только вариант партнерства. Есть такое понятие, как матричное управление. Все равно в партнерстве кто-то должен управлять. Так вот, применительно к семье матричное управление имеет место быть. Что это такое? Это значит, что супруги негласно, так скажем, естественно и, как бы сказать, в своем процессе развития выделяют внутри своих отношений, негласно определяют лидера. И этот лидер начинает очень корректно, очень тактично управлять всеми процессами в семье. Недолея, ненавяяя. А что скажете по поводу процессов, по поводу распределения обязанностей? Могут ли быть типично мужские или типично женские обязанности? Все в нашем мире может быть, на самом деле, да. Но все зависит от наших стереотипов. Вот наша семейная организация во многом определяется родительскими сценариями, например. То, как мы росли, в каких условиях нас воспитывали, как дружили или конфликтовали наши родители. И причем эти сценарии глубоко и прочно вписываются в нашу подсознательную систему. И неожиданно вдруг себя обнаруживают в наших взрослых отношениях, когда у нас есть своя собственная семья. Вот, поэтому, если в семейных установках есть разделение на чисто женские, на чисто мужские обязанности, да, то мужчина или женщина в своих отношениях, конечно, ожидает, ожидает того самого проявления со стороны партнера. То есть получается, что индивидуальный очень вопрос распределения этих обязанностей. Ну, на самом деле, конечно. Есть моменты, связанные с гендерной идентичностью стереотипами, да. Ну, например, тяжелую работу вряд ли будет выполнять. Вот это один из стереотипов, Елена Михайловна. Я хочу обратиться к вам с вопросом. Есть такой стереотип, что мужчина, настоящий мужчина, настоящий глава семьи, обязательно должен суметь забить гвоздь, повесить полку. Как вы думаете, в наше время, когда, в принципе, все работы можно выполнить с помощью специальных людей, которые профессионально умеют это делать, когда есть куча техники, которая помогает в хозяйстве, в жизни, нужно ли такой мужчине? Мне кажется, этот вопрос не принципиальный. Ну, если он может гвоздь сам забить, пусть забивает. Если он может заработать на того, кто придет и забьет гвоздь, пусть зарабатывает. Это, я думаю, не стоит на этом зацикливаться. Я просто вот слышу, что все единогласно признали мужчину тут главой семьи, да. Хочется сказать несколько слов в защиту женщин. Я бы привела такой пример. Не знаю, были ли это, или, может быть, анекдот. Рассказывают, как однажды Билл Клинтон со своей женой Хиллари ехали на машине и остановились у заправки машину заправить. Оказалось, что хозяин этой заправки бывший одноклассник Хиллари. Они много лет вместе учились, и даже у них был роман. Ну, заправили они машину, выпили там по чашке кофе, едут дальше. И президент спрашивает у своей жены, а представь себе, если бы ты вышла замуж вот за этого, кем бы ты сейчас была? Женой президента ответила Хиллари. Вот вам, пожалуйста, и женская роль. Но, тем не менее, все равно мы выяснили, что лидер в семье должен быть. Точнее, даже не то, что должен быть, он все равно, да, всегда так или иначе есть в отношениях между людьми. И он, наверное, должен быть достаточно сильным, но в то же время должны распределяться грамотные обязанности между членами семьи, чтобы это все было гармонично. Та форма организации семьи, когда мужчина является добытчиком, все-таки традиционная для нашего общества, привычная нам всем, но сегодня все чаще и женщина берет на себя образы правления и становится таким вот настоящей, настоящей главой семьи. Многие к этому относятся по-разному. Выяснить все-таки, что лучше и в чем суть, нам помогут наши сегодняшние герои. Встречайте, у нас в гостях семья Владимира и Елены Комаровых. Ну что же, можно начать с одного из главных вопросов. Есть ли в вашей семье лидер и кто это? Ну, я думаю, ответ на этот вопрос уже давно известен. Вот мужчина является добытчиком, а жена является хранительницей очага. Ну, в нашей семье примерно так и есть. Вот я как бы стараюсь зарабатывать денежки. Я не скажу, что я много зарабатываю. Я фотограф, обычно фотография это такое дело, это больше даже для души. Но стараюсь как бы изо всех сил. А жена моя ведет наше совместное хозяйство. Мы вырастили сына, она отправляла его в школу, встречала, делала с ним уроки, ходила в музыкалку, занималась домашним хозяйством. Ну, естественно, работала там в начале своей карьеры. Но потом время было достаточно тяжелое, перестройка, вот эти тяжелые 90-е годы. Когда работы было мало, платили денег мало. И поэтому жене пришлось как бы временно стать домохозяйкой. А вы согласны с тем, что дела обстоят именно так? Такое положение вещей вас устраивает? Ну, я придерживаюсь с точки зрения, что наша семья действительно традиционная. И если женщина имеет возможность нанять гувернанток и домохозяек, это очень хорошо. Но если нет, то лучше это будет делать сама женщина. То есть все-таки она лучше с этим справится? Конечно. Вот я с этим и справлялась. Я вырастила сына, вела домашнее хозяйство. Да, вместе воспитывали сына. И я считаю, что роль женщины вот в этом и состоит. А какие-то трудные вопросы и сложные дела я поручаю мужу. А не бывало ли так, что занимаясь этими домашними делами, вам было тяжело? Или муж как-то не понимал вас, считал, что ваша работа не видна? Вот так часто бывает, что муж приходит с работы домой, какой бы работа ни была, даже творческой. Да, она, конечно. Встала и говорит, а чем же ты занималась, дорогая, целый день? Эта работа совершенно не видна, но когда касается чего-то конкретного, то уже видно, что что-то сделано, приготовлено, убрано. Хотя это совершенно незаметно. Но это и есть работа, может быть, даже потруднее, чем основная работа на производстве или учреждении. Я вижу тоже в вашей семье как раз то, о чем мы говорили в начале. С одной стороны, равноправие, но с другой, у каждого есть свои векторы, свои обязанности. То, за что отвечает кто-то из членов семьи. Дело в том, что вопрос вот этот, кто в доме хозяин, можно трактовать еще и, кто занимается хозяйством. В основном занимается жена, но я ей всячески стараюсь помогать. Ну, конечно, сложно полностью, наверное, разделить эти сферы. Потому что я воспитывался в то тяжелое время, хотя оно достаточно счастливое, наша эпоха развитого социализма. Ну, приходилось. У нас семья достаточно тяжело жила. Мои родители работали, и я всячески помогал своим родителям. Поэтому с детства я, например, все время ходил в магазин. Меня мама посылала, сходи, говорит, в магазин, купи молока, хлеба, масло, сыра и так далее. Я вот до сих пор, значит, помню вот эти цены. Могу вам всем сказать, что литр молока стоил 28 копеек, значит, масло 3,30, 3,50 и 3,60. То есть вы не отчуждались от этих вопросов? Да, я просто к тому времени уже привык ходить в магазин, поэтому в нашей семье, мы сейчас ходим вместе, конечно, вот. Ну, я делаю это с большим удовольствием. Мы пришли, купили там это, то, сё, сё. И приехали, так сказать, на машине, полный багажник нагрузили. Вот, поэтому жене всячески помогаю. Говорят, попылесосить надо пол, ну, я как бы... Не возникает проблем. Нет, не то, что не возникает, иногда лень. И иногда неохота, иногда нет настроения. Ну, всё-таки надо, надо, ну, там, попылесосил. Почистить картошку тоже помогу. Вот, я уж не буду говорить, что я неплохо готовлю. Мне кажется, что одного взгляда вот на Елену достаточно, чтобы понять, что её оберегают дома. Ото всего, что ей не нравится, что ей неприятно, что ей тяжело. А когда вот так вопрос стоит, там, мне кажется, уже не надо делить, кто конкретно гвоздь забьёт, кто конкретно в магазин сходит. Главный результат, наверное, общая картина. Конечно, ну, конечно. Кстати, по этому поводу могу тоже добавить, что гвозди я забиваю, вешаю кухню, вот, даже плитку как-то на кухне положил. Ну, почитал книжку, там, думаю, ну, что тут, ерунда, взял и положил. Ну, мы все сегодня согласились, что глава семьи, это мужчина, такой руководитель, организатор, принято считать, что это действительно так и должно быть. Но сейчас всё многие женщины, опять же, если затронуть тему, о которой мы говорили, что женщины тоже стремятся руководить не только там где-то на работе, но и в семье. Как вы считаете, это нормально, так может быть? Ну, это зависит от характера и от устройства самой женщины и мужчины. Если женщина прирождённый лидер, она будет лидировать и в семье. И зависит это от воспитания, как воспитали девочку и мальчика в семье. Я считаю, что нельзя так ставить вопрос, может ли женщина быть лидером, можно ли или нужно ли ей быть лидером. Это решает только двое. Как быть с тем, если женщина, вот такая волевая, сильная, стремится руководить, а мужчине это не нравится, если возникает этот конфликт? Как считаете? Я могу ответить. Ну, в данном случае мужчина называется подкаблучник. Если он полностью слушает жену, как бы чего она ни сказала, он сразу побежал и сразу делает. На самом деле это вообще неправильно. Я приведу цитату известного нашего любимого актёра, Олега Янковского. Он сказал, что жить с женщиной трудно. Жить с одной женщиной всю жизнь – это подвиг. Поэтому, так сказать, я думаю, что многие мужчины в нашем городе и в нашей стране совершают подвиги. Потому что женщины, они немножечко думают по-другому, чем мужчины. У мужчин, например, я думаю, что более правильный взгляд на многие вещи. А вы согласны с мнением жены? А женщины смотрят они более эмоционально на все эти вопросы. Вы знаете, вот про подкаблучника я хочу добавить. Я была на одной свадьбе, ну и там среди гостей дама пришла в гости с мужем. Она провозгласила тост молодым, который закончила словами. «Все пьют, кроме моего Гришки!» Гришка совершенно спокойно и смиренно сидит и не пьет, ест свой салат. Он даже не обиделся, он не оскорбился. Но он вот так у них в семье. Кто здесь лидер? То есть даже не только между собой они это решили, но еще и всем указали. Нет, абсолютно. Она провозгласила это на весь стол. И Гришка принял как должное. Но на самом деле, вы знаете, опять здесь не все так просто и не все так плоско. На самом деле, лидерство женщины, оно тоже заложено историей и обстоятельствами, в которых мы развиваемся и живем, на самом деле. Потому что настолько динамичная, интенсивная и непредсказуема наша жизнь, что для того, чтобы женщина выжила в этих условиях, а многие мужчины, согласитесь, к этим условиям не так быстро адаптируются, иногда именно по этой причине женщина берет на себя лидерство. Женщина определяет вектор развития семьи. Когда нет лидера, и нужно брать силу в руки, в свою ситуацию. И здесь все зависит от того, как устанавливаются договоренности между супругами. Никакого криминала в этом нет на самом деле. Если у женщины получается легче зарабатывать, она легче адаптируется, к ней быстрее приходят эти деньги, отношения, связи, успех, результат, то почему бы ей не подхватиться на этой волне и не вынести свою семью, дабы использовать свой богатейший опыт, и жизненный, и профессиональный? Почему нет? Если мужчина по-деловому правильно отражает эту ситуацию, то есть он соглашается с этой расстановкой вещей внутри их отношений и с пониманием берет на себя функции, освобождает ее от стирки белья, может быть, от приготовления, может быть, даже осваивает какие-то кулинарные рецепты и реализуется в этом плане. Кстати говоря, в Швеции с 2003 года, по-моему, введен официальный термин, как домашний отец, например, в Италии есть организации, которые связаны, в Германии эти мужья берут декретный отпуск. Как думаете, у нас возможно такая картина? Да все возможно, почему нет? Я только не понимаю, почему мужчина-то не может зарабатывать-то? Вот это второй вопрос, это уже другая тема. Схема мне представляется искусственной какой-то. Когда-то Михаил Жванецкий сказал, что мужчина не может быть бедным. Бедным может быть вдова с тремя детьми, пенсионерка, инвалид. Мужчина не может быть бедным. Но это тоже связано с тем, что у нас заложены определенные стереотипы. Мужчина по своей природе, он результативный. Что связано у нас с результатом? С материальной обеспеченностью, с деньгами, с расстановкой всего и вся, когда мужчина изначально в позиции над расставляет акценты вокруг себя и понимает, куда ему нужно натратить энергию, где ее сохранить. Женщины по своей природе, они процессные. Правильно сказали, они эмоциональные. Они больше удовольствия получают в том, что делают в самом процессе реализации. Но опять же возникает «но». Если женщина реализуется в своей профессии, она получает от этого истинное удовольствие и наслаждение, то, я вас уверяю, деньги к ней придут легко. Я бы хотела добавить, что ставить вопрос так, кто лидер в семье, мужчина или женщина, неправомерно. Потому что мужчина может быть лидером на работе, он начальник. Но, приходя домой, он становится подчиненной у своей жены. И наоборот, жена подчиненная на своей службе является главной в ведении домашнего хозяйства. Но самый лучший вариант, я думаю, когда не ставится вопрос, кто лидер в семье, кто главный в семье, а когда муж и жена заодно и решают все вместе. Вот это самый лучший вариант семьи. Я думаю, все с этим согласятся. Я согласен полностью с женой. Потому что дело в том, что кто больше денег заработает, дело в том, что это зависит не только от мужчины или от женщины. Дело в том, что это дано нам свыше. У кого есть какие-то способности к чему-то, тот там и добивается каких-то определенных успехов. Кому-то, допустим, есть какие-то таланты, и он может заработать много денег. Кто-то, например, больше склонен к ведению домашнего хозяйства или к воспитанию детей. Поэтому говорить, что лидер, кто больше зарабатывает, это может быть не очень правильно. Хотя в то же время ответственность на человеке, который обеспечивает семью, все-таки, наверное, побольше. Вот как раз этот финансовый вопрос. Сегодня мы много о нем говорим. Конечно, без него от него не уйти в семейной жизни. Писатель французский Жан Растан утверждал, что муж – это самодержавный владыка, который, однако, платит немалую дань. Всегда ли заказывает музыку тот, кто платит? И должен ли мужчина, который обеспечивает свою семью, чувствовать, что он руководитель, что он должен принимать решения? На самом деле, это опять наш стереотип. У кого власти деньги, тот и диктует свои условия. Это опять общепринятый стереотип. Но на самом деле, в семье, если мы говорим о какой-то гармоничной ситуации, в семье, безусловно, у нас не все так однозначно, не все так просто. Безусловно, если муж авторитарен и своими деньгами кичится при этом, что вот я заработала, а ты, мол, иди там сиди, выполняй свои дела домашние. В этом контексте теряется самоценность женщины изначально. То есть изначально он размывает ее самоценность, самоощущение своего образа, своей ценности именно для него, как для спутницы жизни, как для партнершей. И через эту ситуацию, конечно, он ее легко подавляет и, может быть, затыкает ей рот, но потом в обратной же стороне он сам же становится несчастным. Потому что размытая жена, обесцененная особа, которая занимается только домашними делами и забывает о том, что она женщина, она, конечно, в определенный момент становится неинтересной для своего мужа. Вот еще одна сторона, которая связана с такими женскими проблемами в семье, это когда она действительно просто вынуждена, мы немного тоже уже сказали об этом, она вынуждена взять на себя, взвалить этот груз, этой ответственности за семью. Кстати, очень частая ситуация в нашей жизни, что там греха отстали. Вот как здесь быть? Как мужчину-то расшевелить? И нужно ли это делать? Приведет ли это к какому-то результату? Нет, я думаю, что шевелить никого не нужно, это абсолютно бесполезное дело. Нужно было раньше смотреть. А я думаю, вы знаете правильно, я согласна, что шевелить мужчину бесполезно, потому что... Статься заставлять есть, это тоже, кстати, типичная черта. Вообще любые проблемы... Наших российских женщин страдать и подталкивать к мужчинам. Любые проблемы мы решаем через самого себя. Вот если мы имеем внутри себя какой-то ресурс в плане того, проанализировать, ага, почему он меня не считывает, почему он не ощущает моих потребностей, почему он на меня не реагирует, да? Посмотреть на себя аналитически, критически, что во мне не так, что раз я попадаю в такую плачевную ситуацию. И, может быть, начать как раз-таки работу над самой собой прежде всего. Вообще женщина реализуется в гармоничных отношениях, мы условно говорим, 50 на 50, в двух ролях. Женщина-мать, женщина-мать, которая кормит, лечит, воспитывает, я не знаю, заботится и так далее. Кстати, здесь получается, что женская роль даже гораздо сложнее, чем мужская. Конечно, она на самом деле очень творческая, очень вариабельная, да. И 50% нашей реализации в семье это как раз тема женственности. Тема женственности с её женскими потребностями, с её женскими желаниями, с её кокетством, с её капризами, с её самобытностью, начиная от внешнего вида, докончая её саморазвитием и, как сказать, заботой о личностном плане. Мы выяснили, что одинаково важны и равны роли мужчины и женщины в семье, но несмотря на это и несмотря на традиционную модель, которая существует в нашем обществе, в нашем сознании, всё-таки всё равно мужчина – это глава семьи. Что, впрочем, не мешает иногда и женщинам брать на себя эти обязанности? Мне хотелось бы ещё сказать, что в семье должны быть общие интересы, общие взгляды на жизнь. Это то, что связывает двух людей? Да, то, что связывает. Я, например, скажу, открою секрет, мы познакомились, я работал в «Комсомольской газете» «Вход к корреспонденту», а жена у меня работала на радио в политехе. И мы как-то делали общие материалы, у нас были общие интересы, мы вместе с ней ходили, даже на задания делали. И потом мы на этой почве поженились. И до сих пор мы вместе, частенечко ходим вместе и в театр, и в кино. Ну, в кино реже ходим сейчас, катаемся на коньках, вот, например, я вижу, что несмотря на то, что у вас всё равно на некоторые вопросы есть немного разные точки зрения, всё равно между вами есть гармония. Я думаю, это самое важное в семье. Теперь хотелось бы обратиться к аудитории. Как они считают, что может привести к гармонии? Должен ли быть явный лидер? И это должен быть мужчина или женщина? Меня зовут Максим. Как мне кажется, что человек изначально ищет кого-то, кто сможет дополнить его, то есть его недостающие стороны. И когда он встречает этого человека, у них происходит этот процесс гармонии, и лидер, он появляется... Негласно. Да, уже впоследствии. То есть он обязательно должен быть, конечно, человек, который решает вопросы, который кремень и стержень. То есть неважно, будет это мужчина или будет это женщина. Спасибо. Меня зовут Наталья. Вообще я за равноправие в семье, потому что если любовь за понимание, то я не вижу никакого лидерства. Потому что вот я, например, выросла в семье, где мои родители, вот папа был хирургом, мама работала вместе с сестрой, они прошли всю войну на санитарном поезде, трое детей. И видела я в их взаимоотношениях, отец много работал, но он всегда жалел маму, у них не было такого. Он говорил, ты отдохни, ты устала. Хотя он работал по 12 часов там. Я сам помою полы, я сам приготовлю поесть, я все делаю сам. Я не видела никакого лидерства, я видела только уважение и любовь друг к другу. Трудные 97-е годы, когда нашему второму ребенку исполнился год с небольшим, и мне как госслужащему не платили зарплату, но были задержки. А супруга устроилась в газету, вот они были, наверное, тогда с Владимиром коллеги в редакцию. И заболел ребенок, и нужно было лежать с ним в больнице. Ей было так сложно объяснить руководству, что она не может сейчас пройти испытательный срок, потому что нужно лежать с ребенком. И с ребенком лег я в третью больницу. Представляю, какая была реакция у врачей. Реакция была, конечно, нестандартная. И многие приходили к женам, мужья приносили что-то там поесть или пообщаться, и они уже показывали пальцем, говорят, а вот там папа один лежит с ребенком. Как музейный экспонат. Нету вам времени прийти и проведать своего маленького. То есть, наверное, здесь, если есть гармония в семье, то независимо, кто должен. Один из родителей. По крайней мере, ребенок вырос здоровый. Я думаю, что все должно быть нормально. Хочу сказать, что отношения между мужчиной и женщиной это сокровенное отношение. И кто там лидер, это должна быть тайна двух. Мне непонятно, говорили, что на свадьбе сказали. При всех. Я думаю, все с таким примером сталкивались. Вы знаете, вынос этих отношений на публику. Все-таки умная женщина так не поступит. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, мне кажется, нужно воздействовать как-то на свою половину. Переоспитать невозможно. Но все-таки мужчин, которые не хотят помогать женщине, нужно как-то все равно так или иначе приобщать к труду. И при этом нужно знать три вещи. Что просить, когда и как. Я считаю все-таки, что глава семьи – это мужчина, а прислушиваться к мнению жены – это очень важно. Ну что же, каждая семья уникальна по-своему, индивидуальна. Главное, чтобы оба ее члена, чтобы все ее члены стремились в гармонии. Программа близится к завершению, и хотелось бы подвести такие некие итоги. Поэтому я прошу наших экспертов кратко сформулировать три основных правила, которые приведут к гармонии в распределении ролей в семье. Общаться и договариваться – это первое правило. Потому что действительно иногда мы не оправдываем свои ожидания только потому, что что-то друг к другу не договариваем. Второе правило, которое способствует гармонизации отношений – стараться делать какие-то дела вместе. Потому что это действительно сближает, это приносит удовольствие, это сплачивает, и это задает ту перспективу отношений, которую мы все-таки проецируем в будущее. Потому что помогает друг другу, содействует друг другу, ожидать, что дети наши включатся в этот процесс активно. Это наша установка на перспективную благополучную семью. И третье правило? Ну и третье правило, обязательное, как мне кажется, это благодарить. Благодарить и прощать. Благодарить обязательно. Потому что правильно, как здесь было пояснено, очень важно чутко реагировать на то, что может супруг. Может быть, он не может что-то сделать. И может быть, он где-то прикладывает большие усилия для того, чтобы порадовать свою половинку, и при этом обязательно благодарить. И может быть, он в чем-то проявится неожиданно. И обязательно поблагодарить. А может быть, просто записочку на ночь. Я просто благодарю тебя за то, что ты мне улыбнулся сегодня. И мы с тобой полчаса погуляли на улице. Слава вам, Елена Михайловна. Вы знаете, из всех ответов на вопрос, кто в доме хозяин, мне сегодня наиболее симпатичным представилось такое. В доме хозяин – любовь и уважение. Все остальное приложится. У кого как? У кого так, у кого эдак. Еще, поскольку здесь аудитория в основном молодая, мне хотелось бы вспомнить слова одной героини гениального фильма Аллы Суриковой. Она говорит, что при хорошей женщине и мужчина может стать человеком. Поэтому ищите женщину. Сегодня мы снимали печати тайн с такого вопроса «Кто в доме хозяин?» и выяснили, что это личное дело каждой семьи. Вспоминаются слова нашего современника Леонида Сухорукова. «Главное – не кто главный в семье, а главное – сохранить семью». Поэтому независимо от того, кто лидирует в семье – мужчина или женщина, поощрение нужно каждому из них. Мужчину нужно хвалить, а женщине вовремя делать какие-то комплименты. Кардинально изменить человека нельзя, но в каждой семье можно и, наверное, нужно составить свои семейные правила, и тогда в ней будут царить мир и любовь.